Самое что ни на есть живое у нас сегодня удивительная рок-группа в гостях. Называется Concilium. Состоит она из музыкантов, медиков Новосибирска. Альбом выпустили друзья наши. Совсем недавно называется Коллекционер. Итак, в гостях у нас Сергей Викторович Панфилов. Доброе утро. Здравствуйте. И Евгений Каргапонов. Доброе утро. Ну что, если я все правильно понимаю... Но это не все участники, да, коллектива? Нет, это не все. Во-первых, это вокалист в лице Сергея Викторовича и Евгений в лице продюсера или... Саунд продюсера я даже сказал, да, получается. Аранжировки. Аранжировки. Вот это вот все на гитаре, бринь-бринь. Вот это все. Вот это все. Между прочим, один из лучших бринь-бринь в Сибири, понимаешь? Это преклоняйся. Ну, не знаю, не знаю. В стране. В стране. Ну, не согласен. Так, скромностью покончились с ней. И давайте к группе вернемся. Мы знаем, что история коллектива такая довольно уже приличная. Солидная. Так. Сначала была группа Пульс. Я все верно говорю? Да, сначала была группа Пульс. Расскажите, как она была. Сначала, что потом? Да, наверное, я отвечу на этот вопрос. Потому что организовался Пульс в 60-е годы в мединституте в нашем Новосибирском. И организовал группу очень известный человек в нашем городе Сергея Андреевич Бериченко, джазовый музыкант, барабанщик. И тогда она тоже из медиков состояла? Она тоже состояла из медиков. И когда Сергей... Играли в основном в джаз. Когда Сергей закончил мединститут в 71-м году, появились новые люди. И вот состав Пульс и потом консилиум, который вот сейчас практически представлен, это 74-й год. Мединститут организовал Александр Готц, Игорь Шевченко, который работает сейчас практикующим врачом, заведующим отделением функциональной диагностики Института физиологии. Олег Скоробогатико, барабанщик наш, врач-апушер-гинеколог, неонатолог, помогает нашим молодым беременным женщинам, будущим родить ребеночка, воспитать его и так далее. И сейчас он тоже практикует. Потом, значит, в 78-м году группа немножко трансформировалась, появился в составе клавишник, который сейчас в нашем составе, Евгений Леонидович Историн. Практикующий доктор работает в онкологическом диспансере с заведующим отделением анестезиологии и реанимации. Кандидат медицинских наук, очень солидный человек, блестящий, конечно, музыкант, клавишник. Ну и также Борис Гарченко. Это 78-й год. Дальше в коллективе уходили ребята, они заканчивали мирный институт, уезжали по городам, где они работали, по Новосибирской области, не смогли принимать участие в репетициях. И в 80-м году вместо Бори Гарченко пришел Рафаэл Ифиндиев. Вот песни Рафика, он житель Белокурихи, играл там на танцах. Такой непрофессиональный музыкант, но очень талантливый человек. Вот песни представлены, снег, светлый волос твой, это музыка и стихи Рафаэла. Сейчас, к сожалению, он ушел из жизни. Дальше, вот как Женя появился, Каргополов, в нашем коллективе, вот как раз Рафаэл его в коллектив и привел на репетицию. Женечка тогда, по-моему, только-только поступил в музыкальное училище, вот, и нас услышал. Но не впервые. Он рассказывает о том, что он, когда был совсем маленьким, учился в третьем и четвертом классе средней школы в Верхтуле, мы приезжали со студенческим отрядом, играли в Верхтуле на танцах. И вот Женя рассказывает, что он стоял за этой стеной на танцевальной площадке, смотрел на сцену, где играл в пульс. Ну, это, в общем, было, конечно, для арбинского района, наверное, как приезд Битл, что ли. Он так, во всяком случае, рассказывал. Возможно, обманывает, ну, не знаю. Такая история. Ну, и потом, значит, вот, консилиум уже организовался в 85-м году, с развитием и с открытием Новосибирского рок-клуба и студии 8. По-моему, Сергей, студию 8, тогда организовывался Сергей Иванович Бугаев, ныне почивший Мурзин. Как же его звать-то, господиа? Мурзина как? Ну, во всяком случае, вот, да, консилиум, как раз, вот, именно название появилось в то время. Играли. А почему поменяли название? Ну, потому что как-то пульс, это по-студенческие. Нет, да, да. А консилиум, это уже такое согласованное. Нет, 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 там было как, там, значит, выступили с первым, значит, каким-то концертом, и местные критики начали писать, что пульс, пульс, лучше бы назвали аспирин, там, знаешь, что-то, что-то такое, пульс, ну, что это. Или зубной порошок. Да, зубной порошок, ну, тогда ладно, мы, значит, теперь консилиум. Да, такой организованный коллектив, который, в общем... Валерий Мурзин, вот я вспомнил. Да, такой коллектив согласия, что ли. Но я не скажу, что это совсем так, но, во всяком случае, те песни, которые записаны на этих альбомах, и которые мы старались представить, это, в основном, музыка наша, да, вот. Слова, правда, использованы советских, российских поэтов, Семена Кирсанова, ученика Маяковского, Роберта Рождественского, Самуила Маршака, но есть, отмеча, вот так. Очень тесно сотрудничал с коллективом доктор Кашников, известный в нашем городе профессор, офтальмолог, руководитель клиники «Эксимер». Он был у нас в конферанс. Здорово. Рассказываете очень классно. Мы вернемся к... Мы наслушаем. После того, как послушаем, то, что мы сейчас... Песня называется «Белоснежка». Это песня из нового альбома? Это, да, песня из нового альбома, песня Александра Чупахина, тоже доктора нашего, который всю жизнь проработал на скорой помощи реаниматологам. И вот он, доктор по совместительству, поэт-песенник. Это вот его песня. А она тогда... Ну, мы, в общем, его песню тоже играли. Это его песня. Итак, слушаем. Группа «Консилиум» в эфире «Радио 54». Группа «Консилиум» в студии «Радио 54». Вам, Сергей Викторович, по голосу лет 20 дальше. Ну, так получается. Да, это, видимо, начальная музыкальная школа такой голос дала. И все в традициях ВИА-70-х. Ну, да, правильно, правильно, абсолютно правильно. Вот, смотрите, вы рассказывали про всех участников группы понемножку. Все это серьезные взрослые люди, профессионалы в своей сфере, да? Кто-то заведующий реанимацией, кто-то врач в институте физиологии, кто-то еще какой-нибудь начальник. И у всех у вас наверняка есть еще и семья. Как вы это делаете? Такую серьезную, ответственную работу, спасение жизней, совмещаете с семьей и еще и с творчеством? Что? Как? Ну, знаете, это очень помогает музыка. Конечно, мы в какой-то период времени разошлись. Были перерывы в творчестве у группы, да? Да, были перерывы, но в 2015 году было 80-летие медицинской академии в клубе «Отдых». И собрался весь коллектив медакадемии, и нас пригласили спеть вот песни наши, которые мы исполняли на сцене, на танцах, на анатомических вечерах в мединституте. И мы в отдыхе эти песни исполнили. Встречались с деканом нашим, таким самым старым деканом, который очень любил Анатолий Федорович Ганин. И накрыло воспоминания. Да, и накрыло воспоминания. И вот потом уже встретились, вспомнили о том, что прекрасный музыкант есть, который работал в нашем коллективе, Женя Каргополов, собрались и вот выпустили вот эти вот, в эту музыку эти пластинки. Но как совмещаем? Конечно, трудно. Вот два раза в неделю, есть буквально по три часа, вот, если не говорить о работе, приходишь в студию к Евгению, и вот буквально эти три часа, очень такие сконцентрированные, приходишь подготовленным, поешь, думаешь над песней, и поэтому время зря не проходит, не тратим. И так вот, в общем, все получается. Ну да, и с того, когда мало времени, ты проводишь его полностью все с пользой, действительно, концентрировано. Давайте о новом альбоме еще немножко. Мы, понятно, не успеем сегодня все песни послушать. Во-первых, сколько их? Во-вторых, все-таки о чем он преимущественно? И как-то поменялся ли подход, стиль ваш за какие-то вот эти вот годы, учитывая перерывы, что было раньше, что сейчас? Ну, намеренно не меняли стиль, намеренно. Потому что все-таки, как вы правильно заметили, это вио, это все-таки вио с элементами рок-музыки, да? Ну, как тогда было принято, да? У нас же, как бы, тогда своего рока не было. Ну, в принципе, сейчас, что такое русский рок, это такое, в общем, понятие достаточно размытое. Потому что у нас же не было никаких революций молодежных, ничего. Просто взяли, так сказать, на вооружение, да, и все. Поэтому намеренно не меняли стиль, намеренно выбирались песни, ну, как они, и выбирались самые мелодичные, самые получившиеся тогда на тот, ну, на наш взгляд. И, вот, собственно говоря, вот. Я хотел сказать, и правильно. И, да, 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 потому что смысл тогда писать что-то, это же, это уже все, как сказать, ну, выработанный материал уже такой, который понятен, как его делать. Полюбился, опять же. Да, ну, и многие знают, собственно, ну, вот нашу группу из-за того, что были вот эти песни. Что можете сказать о новом альбоме? В альбоме 10 песен. Одна из них идет бонусом, песня «Усталость». Значит, на стеке... Есть что-то, что их всех объединяет, эти песни, какая-то тема? Ну, наверное, объединяет. Святая к музыке любовь. Да, любовь к жизни, любовь к девушке, к женщине, вот, и к человеку, так скажем. Ну, они такие лиричные все песни, такие добрые. Да, это лирика, можно даже сказать, где-то наивная лирика. И песни эти брались на запись именно с этой точки зрения. Ну, то есть, острить что-то там. Давайте вживую послушаем. Давайте. Песня Александра Чупахина, значит... На стихи Александра Романова. На стихи Александра Романова. Освящена Джону Леннону. Знаете, кто такой Александр Романов? Помните радио «Новая волна»? Это вот Александр Романов. Песня Александра Романова. Песня Александра Романова. Субтитры Он пел любви, пел о светлом пути, Для забывших влечений. Пел, что мир богат и листок, Что бедный в нем всегда подленок. Лежат пыли афиши листы, Обрывками колец. Но люди помнят тот концерт, Когда здесь белый пелец. Когда он петь начинал, Весал, встал. Кто был в восторге, крик сладкий? Кто был в восторге, крик сладкий? Субтитры создавал DimaTorzok Больше уже неправедно кест. Вот такая песня. Слушайте, так здорово и так хочется спросить еще много чего. Не напеваете ли вы во время работы эти песни? Не хотелось ли вы как-то связать творчество с профессией, Раз уж вы все медики? Но, к сожалению, вот у нас совсем уже время. Но зато мы послушали музыку. Еще напоследок послушаем одну песню группы «Консилиум» «Зеленый автобус». Спасибо большое. У нас в гостях был вокалисты рок-группы «Консилиум» Сергей Викторович Панфилов И продюсер, аранжировщик И просто прекрасный человек, Евгений Карбаков. Карбаков. Карбаков, да. Всем здоровья, дорогие. Всем здоровья, спасибо. Спасибо всем слушателям. Мы говорим до понедельника. Толу-май, Ванастя. Забыл, как я, да. Вот это ты, Александр Псоветин. Да, всем позитивных и добрых выходных. Живите интересно. Пока-пока. Победитант строил. Зато, может быть, будет повод тридцать и еще. Да? Ну, конечно, раз так мало успели. А так интересно, когда... Ну, обычно музыканты к нам приходят, а не просто музыканты. А тут еще все музыканты-медики. Это же так круто. Спасибо. Спасибо. Все, я ухожу.